Четырехмачтовый барк «Крузенштерн» стал первым судном, которое собрал своими руками Александр Владимирович. Затем коллекцию пополнил трехмачтовый барк «Товарищ». Ну а этими длинными зимними вечерами активно продолжается работа над французским фрегатом «Ашироном». Я собираю очень долго, потому что руки очень мелко делаю так. Даже, признаюсь, поломал мачту одну. Ну, хоть так, поломал. Тяжело дается работа. И все же, хоть и медленно, но продвигается в нужном направлении. Ведь терпение и желание справиться с такими мелкими и непослушными деталями Александру Владимировичу не занимать. Да и новая модель «Гота» с загадочным названием при дестинации уже ожидает очереди на сборку. Это вот сделано самое легкое пока. Потому что трудное все. Это бегущий токеляш образовать. Это вот эти тросы, клевера, вот эти все ванты, лестницы. Вот это более всего трудно сделать. Ну, я думаю, что опыт уже есть на тех. И здесь получится нормально, я думаю. С тех пор, как хозяин этого дома в озерах всерьез увлекся судомоделизмом, для него словно новая дверь открылась. В мир другой реальности и вместе с тем в прошлое. Ведь только сейчас, и как ни странно, в немалой степени из-за болезни появилась возможность реализовать мечту детства. В юности еще, даже в детстве, я собрал первый корабль свой. Ну, такая яхта была, полклопа. Почему бы нет, по-русски переводится, французская. Собрал, ну и все. И потом армия, учеба. Некого времени, ничего нет. А теперь, когда встал, это случилось. А случилось большое несчастье. В один момент привычная и налаженная жизнь рассыпалась, словно по чьей-то злой воле. Несчастье со мной случилось в 18-м году. Это где-то в июне месяце, в июле месяце, я почувствовала, как это плохо, так обаяковалась даже, тяга, как говорила, сонливость, слабость. Ну, непонятно такое. И это продолжалось до 4 сентября. Вот такое состояние. 4 сентября пришел на работу, там наряд раздавал своим механизаторам. Вдруг мне стало очень плохо, я подумал, может, воздуху хватануть. Вышел на улицу, тут речь меня отниматься стала резко. Александр Владимирович трудился агрономом в местном СПК «Озеры». Был начальником участка, считал свою жизнь успешной и наполненной. Ведь было все – крепкая семья, две дочери, внучки, любимая работа и даже хобби, участие в художественной самодеятельности. Болезнь изменила все. Единственное, что я помню из этого, что у меня ребята, соседи тут и коллеги меня несли на руках до этой самой, ну, машины этой, ремонционной, ну, скорой помощи. И все. И вот я уже и не помню. Что было дальше, знает только по рассказам жены. Месяц в реанимации, две комы, подключение к аппарату ИВЛ и неожиданный диагноз, причина которого – укус клеща. Потом меня в реабилитацию выписали, тоже не помню ничего. Вообще ноль. Это срок из моей жизни вообще вычеркнул полностью. И потом была вторая реабилитация. Ну, вот здесь, в самом конце я чувствовал, я уже понимаю, ну, вот сейчас вспоминаю, что я там видел в конце реабилитации. Ну, потом меня привезли домой сюда. Дома началась настоящая, непрерывная борьба за выздоровление. Она длится уже четыре года. Шаг за шагом, день за днем Александр Владимирович упорно и с большим усердием делает все, чтобы вернуться к прежнему образу жизни. Вот здесь держал руки. Вот здесь. А потом понял, что лучше рука вытягивалась. Вот здесь до самого конца. Да. Спасику преодолевает. В каждой комнате этого дома созданы условия для спортивно-оздоровительных занятий хозяина. Заботливой рукой жены составлены расписания. И каждый его пункт необходим. Наклоны, растяжка, приседания и даже бег. Я уверен, что во всем, вот в этом, в этом, во всем только жена сыграла огромный шур. Она, я же не знаю, я же был без знания в этой, в реанимациях. Она приходила к нему и вот так делала. Руки, ноги там, ну, чтобы они занежились. Да, они. И в реабилитацию, когда приходила, ну, я это уже помню, в коляску меня посадят и просто подделили. Ну, туда-сюда, накатаются, не накатаются. К слову, испытания на прочность этой семье пришлось выдержать уже не в первый раз. Ровно 10 лет назад укус клеща также подорвало здоровье Светланы Владимировны. Вместе преодолевали беду тогда. Вместе идут по дороге к здоровой жизни и сегодня. На день рождения мужа я решила подарить альбом. Он называется «Дорога к жизни». Четыре сложных года, долгих, трудных. Но я считаю, мы прошли их достойно. Это память, наверное, скорее даже не для мужа, не для меня, а для наших детей. Чтобы они видели, что любое испытание, которое может выпасть на их долю, можно выдержать. Что Бог дает, значит нам по силам. Поэтому, открывая этот альбом, я вижу, ценю, люблю жизнь и говорю. Значит, так нужно было. И мы с этим справились. На этих фотографиях весь путь от начала болезни, хроника жизни и надежды длиною в четыре года. Первые шаги между диваном и окном отодвинула диван от стены. Далее ходуны такие взрослые принесли. Шла на огород, сидела рядом в инвалидной коляске. Потом врач посоветовала ставить его. Вот ставила возле забора, видите, стоит, держится. И пока я работаю, он вдоль забора ходил туда-обратно. И хоть многое поменялось в их жизни, неизменным осталось главное. Желание помогать и поддерживать друг друга. С надеждой и верой в лучшее, проживая каждый день. Ну вот мы поехали в первый санаторий Пролеска. Это были его первые тысячи метров пройденные. Вначале это было 400 метров. Потом тысяча, к концу санатория 1400 метров. Как могли, так занимались, восстанавливались. Путем кропотливой работы наш неподвижный немногословный Саша начал сам копать, делать шашлыки, расчищать медорожки, заниматься виноградом. Даже в несчастье в этой семье не разучились радоваться и по возможности устраивать праздники. Отметили и 35-летие совместной жизни в горках на родине Светланы Владимировны. Отметили там, где однажды встретились и создали свою семью. Ну, конечно, спасибо всем коллегам, друзьям, врачам, которые были рядом, соседям. Это тоже дорогого стоило. Жизнь проверила, кто есть кто. И расставила все на свои места. Да, Саша? Конечно. А между тем дорога к жизни продолжается. И в этом необычном семейном альбоме еще много чистых страниц. А значит, продолжение следует. Продолжение следует.